Всем привет! На этом занятии мы создадим эхо-сервер, то есть такой сервер, который при запросе на url slash echo с параметром message выдает значение этого параметра, а на все другие запросы пусть отвечают в странице не найдено. Начнем мы с вот такого шаблона, создается сервер и ему дается функция обработчик на request. Первый шаг обработки запроса это понять, что за запрос вообще к нам пришел. Для этого мы воспользуемся свойствами метод и url объекта запроса. Запускаю и обращаюсь в браузер к этой странице. Посмотрите пожалуйста, я перешел по такому url и оно при помощи консолок вывело, что метод называется get и вот что было запрошено. Обратите внимание, я сейчас переключаюсь на браузер и видно, что браузер ничего не вывел и он чего-то ожидает. Ответа. Потому что сервер, если не дать явной команде написать что-то в ответ, делать ничего не будет. В этом явное отличие на lgz от многих существующих серверов, он делает только то соединением, что ему скажешь. Если ему не сказать отошли ответ, он ничего не отсылает. Соответственно получается, что соединение есть. Функция request отработала, но она ничего не сделала для того, чтобы ответить на него, поэтому запрос завис. И он будет висеть столько, сколько браузер или сервер считают нужными. Кому первому надоест, тот первый оборвет соединение. Итак, теперь давайте ответим сообщением, которое было нам прислано в параметре message. Для этого мне нужно понять, что конкретно в message здесь находится. Напомню задачу. Если URL вот такой и параметр message есть, то нужно отослать его значение, а иначе страница не найдена. Соответственно, для того, чтобы разобрать URL, можно, конечно, воспользоваться регулярными выражениями. Но в Node.js есть для этого специальный модуль, который и так и называется – URL. Использую его для того, чтобы разобрать переданную строку запроса. Соответствующий метод называется url.parse. И сейчас я запускаю сервер снова, перехожу на нужную страничку. Вот какой запрос я получил. Больше всего нас здесь интересуют параметры query и pathname. И есть параметр message. А как определить, есть ли параметр message? Ведь у меня query – это строка. Самый простой способ добавить еще один аргумент к команде url.parse, которая, если указано true, разберет эту строку в объект. Соответственно, точка message будет его значением. Если все это есть, то давайте ответим. Ну а если нет, тогда нужно ответить, страница не найдена. Для этого ставлю этот соответствующий код ответа и тело страницы. Перезапускаю сервер и захожу в браузер. Ура! Все работает. Ну-ка, давайте теперь зайдем по другому url. PageNotFound. Если я сейчас открою вкладку Network, то здесь мы увидим, что PageNotFound имеет код ответа 404. А, соответственно, нормальный url. Стандартный код ответа 200. Итак, эхо-сервер готов и работает. Нам было важность его начать, потому что эхо-сервер является прототипом реального приложения. Реальные приложения тоже получают запросы различного вида и выдают на них ответы. Следующая наша тема, это работа с заголовками. Я прошу обратить на нее особое внимание, если вы в серверной разработке новичок и раньше преимущественно разрабатывали на клиенте. Когда браузер делает запрос, то вместе с url он отправляет дополнительную информацию, которая указывает, что это за браузер и детали того, что он хочет запросить. Информация в этом специальном формате называется заголовками и доступна она так, React Headers. Например, в данном случае я сейчас запускаю, перехожу на страницу и вот заголовки, которые отправил браузер. Каждый заголовок имеет имя и значение. Обратите внимание, что все заголовки в Node.js имеют имя в нижнем регистре. Это особенность именно Node.js. В данном случае хост, оказывается, передается в заголовки. Connection Keep Live означает, что браузер хотел бы по этому сетевому соединению гнать новые и новые запросы. То, о чем мы говорили раньше. Connection 1, реквестов много. И далее детали того, что это за браузер и что он хотел бы получить. В ответ на такой запрос, сервер отвечает, конечно же, телом страницы и тоже заголовками, в которых, в частности, находится статус. Как правило, статус это 200. Такой вот статус по умолчанию. Называется он OK и означает, что страницы сгенерированы нормально. Другой распространенный статус 404, который называется обычно Not Found. Страницы не найдены. Есть и другие статусы, например, 403, доступ запрещен. Или 500, серверная ошибка. Также есть и другие серверные заголовки. Давайте сейчас перезапущу сервер. Обновляю. Во вкладочке нет захожу. И вижу здесь в хедер сети заголовки. Вот заголовки, которые браузер отправил. А вот заголовки, которые получил браузер от сервера. Я нажму View Source, чтобы получить более подробную картину. Появились дополнительные заголовки, это более полный вид. Статус. OK, как мы говорили. И прочие заголовки здесь более-менее стандартные в данном случае. Давайте поставим какие-нибудь другие. Наиболее важные серверные заголовки, в которых обычно приходится ставить вручную, это заголовки, которые касаются типа содержимого или кэширования. Например, если я делаю веб-сервис, то я вполне возможно не хочу, чтобы результаты ответа сервера фишировались. Для этого я поставлю заголовок CacheControl NoCache. Можно сделать его даже чуть понадежнее, добавить еще опций. Но для примера обойдемся коротким вариантом. Теперь запустим сервер. И в браузере посмотрим, что у нас с заголовками. Network. Изменения легко заметить. Появился вот такой дополнительный заголовок, как раз тот, который мы высылали. Есть много других заголовков, с ними вы можете ознакомиться либо в описаниях протокола HTTP, в различных учебниках по кэшированию и так далее. А с какими-то заголовками мы еще познакомимся в процессе, когда они понадобятся. А теперь немножко отойдем от общего HTTP и вернемся к Node.js. Для того, чтобы работать с заголовками, у ответа response есть два метода, принципиально разные. Первый метод проиллюстрирован здесь. Status Code ставится и SetHeader, или есть еще метод RemoveHeader, добавляют или, соответственно, удаляют заголовок. При этом сами заголовки будут отправлены на сервер не сейчас, не когда написал SetHeader, а вместе с ближайшей записью каких-то данных. Например, вызов resend отправляет ответ и заголовки тоже. Второй способ управления заголовками называется явный. Выглядит он так. res.righthead, дальше я пишу статус, там описание статуса могу написать, и объект с заголовками. Он отличается тем, что при этом заголовки пишутся в ответ тут же, не ожидая начала ближайшей записи. Иногда такое тоже бывает нужно, но обычно вполне хватает вот таких вот способов. Status Code и SetHeader.